Всем привет! Сегодня я хочу показать покупки для дочки для школы, она у нас идет в первый класс. Ну и конечно же нам нужно было закупить и рюкзак, и канцелярию, и какую-то одежду, обувь. Так что сейчас покажу, что же мы купили. Начну с рюкзака. Смотрите, вот такой вот красивый рюкзак мы купили. Это марка Берлинга. Вообще у нас было очень много критериев к выбору рюкзака. Сразу скажу, что он не бюджетный. Покупали мы его еще весной за 6,5 тысяч. Сейчас он стоит где-то 7,5-8 тысяч в разных магазинах. А покупали в магазине море рюкзаков. Теперь давайте поподробнее расскажу вам об этом рюкзаке. Начну с того, что у него вот есть вот такие вот специальные ножки. Очень удобные, чтобы рюкзак можно было ставить, и он не заваливался вниз. Самый главный наш критерий по выбору рюкзака, это, конечно же, была вот эта вот специальная ортопедическая спинка. Для того, чтобы ребенок не сутулился, видите, все здесь, такие вот какие-то вставочки сделаны. Также мне очень понравилось, что лямочки регулируются со всех сторон. С этой стороны можно их отрегулировать. Вот здесь вот они регулируются. Здесь посередине тоже липучка позволяет их поставить на тот уровень, который вам нужен. То есть в целом, мне кажется, это очень удобно. Нам продавец в магазине его отрегулировала, ну, собственно, на ту одежду, в которой была дочка. Понятно, что, например, на зимнюю одежду его нужно регулировать по-другому, потому что она более объемная. В общем, все равно придется с этим повозиться, но в целом очень удобно. Ну, и, конечно же, есть вот этот вот ремешок посередине для того, чтобы лямки не сползали с плечей. Тоже очень удобный. Всякие светоотражающие элементы, это обязательное условие, да, в принципе, у всех современных рюкзаков. Кармашки по бокам. Ну, написано, что они для бутылочек. Я не знаю, мне кажется, что бутылка сюда не влезет. Как вы думаете, тут очень мало тянется этот кармашек. Ну, не знаю, в общем, для чего-то можно использовать. Ну, и теперь покажу вам, что у него за отделение. Видите, у него вот таких два больших отделения. И есть еще один такой небольшой бонус. Я вам его покажу чуть попозже. Двухсторонние молнии. Первое отделение. Вот, видите, здесь у него такой вот брелочек. Я не знаю, может быть, для ключей, для каких-нибудь бейджиков, что-то такое. Тут какие-то кармашки, тут на молнии, еще что-то. Вот тут вот такой кармашек, сеточка. Не знаю, дочь. А, кстати, смотрите, какая. А мы тут, дочки, думали, какой же ей кошелечек купить. Точно. Я и забыла, что у него вот где-то здесь вот так вот крепился вот такой вот, крепилась вот эта вот сумочка. Но ее, в принципе, можно не крепить, а можно в руках носить. Точно. А она все просит ей кошелечек купить. У нее просто маленькая сумочка, и кошелек большой туда не влезает. Вот, в принципе, вот такая вот маленькая сумочка. Вообще, ну, как на продавец сказала, сюда можно положить вот карточку, да, которую они будут расплачиваться в буфете. Либо если бейджики у них будут, я не знаю. Ну, вот действительно, вот такую сумочку можно использовать как кошелечек, очень удобный. Что-то про него совсем забыли. Ну, и второе отделение, самое большое. Вот, оно тоже, видите, разделено. Тоже туда много чего поместится. Я не думаю, что в первом классе у детей очень много каких-то учебников, пособий. Наверное, большая часть будет в классе находиться. Мне вообще кто-то сказал, что в первом классе многие дети ходят вообще с какой-нибудь папочкой, потому что, в принципе, рюкзак нам не нужен. Я не знаю, как будет у нас. Понятно, что дальше, там, во втором, в третьем, в четвертом классе уж точно рюкзак понадобится. Поэтому, в общем, мы его купили, очень довольны. Теперь покажу небольшой бонус. Я не знаю, понадобится нам это или нет, но, тем не менее, он здесь есть. В общем, это дождевик на ребенка и на ранец. Вот, смотрите, вот такой вот дождевичок. Такой вот он. Объемный, широкий, то есть как раз-таки для того, чтобы ребенок туда поместился и ранец вместе с ним. Я не уверена, что мы будем его использовать, но, в принципе, почему бы и нет, раз уж он все-таки у нас тут присутствует. А, кстати, он на кнопочках. Не знаю, вообще, нужна ли эта вещь, но почему бы и нет. Пускай будет, раз уж это входило в комплект. Вот пенал, к сожалению, в комплект за 7,5 тысяч не входит. Зато вот входит дождевик. Вот я бы больше была бы рада пеналу или, например, мешку для обуви. Хотя у нас это все есть, потому что мы ходили на подготовительные занятия в нашу гимназию. Ну вот, поэтому у нас уже это все куплено. Но, тем не менее, как бы за эти деньги я была бы больше рада, чтобы в комплект к рюкзаку входило что-то более полезное, чем вот этот дождевик. Хотя, может быть, я так рассуждаю, да, потому что я давно уже далека от школы, да, и я не знаю, может, это действительно очень нужная вещь и удобная. Напишите в комментариях, может быть, я не представляю, на самом деле, какое счастье нам привалило. Теперь, что касается обуви. Мы купили вот такие вот симпатичные туфельки. Кстати, в этот раз детский мир меня приятно удивил, потому что сейчас, к сожалению, мало магазинов, где можно что-то купить. Ну вот, все наши любимые магазины ушли от нас, к сожалению. Ну и в итоге пришлось ехать в детский мир, но он меня приятно порадовал. Был очень большой выбор различной обуви, одежды. Туфельки эти стоили 1700. И был очень большой выбор. Нам на собрании сказали, что обязательно должна быть вот такая вот липучка. Как выразилась наша директриса, чтобы наши золушки потом по всей школе свои туфельки не искали. Ну, действительно, это так и есть. Если бы она не сказала, я бы даже об этом не задумывалась, понимаете. И действительно, детки бегают, обувь может слететь, потом ищи, где чье. Поэтому, конечно, на липучке очень удобно. В принципе, смотрится очень симпатично. Вот. Единственное, что потом, когда нам уже прислали памятку, что нужно купить к школе, из канцелярии, и из одежды, оказалось, что обувь должна быть на белой подошве. Но, вы знаете, они в этой памятке очень много всего указали, того, чего мне не понравилось, скажем так. Поэтому, естественно, я не буду покупать обувь на белой подошве, потому что мы уже купили вот такие туфельки. Знаете, у них там даже ручка подписана фирмы Пилот, которую надо купить. Но это смешно, да. То есть я к этому отношусь как к рекомендациям. Но при этом родители, естественно, вправе покупать то, что они считают нужно. Поэтому вот у нас такие туфельки без белой подошвы. Мы видели с белой подошвы какие-то туфельки, они очень страшные, как правило. То есть и очень маленький выбор там. То есть это не туфли, это больше смотрится как такая спортивная обувь. Наша гимназия говорит о том, что у ребенка должен быть строгий деловой вид. И как бы покупать ей потом какие-то спортивные туфли, но это странно, да. Поэтому, в общем, я купила ей такие красивые туфельки. А что там хочет наша гимназия, это уже, я считаю, их проблема. Главное, что у нас деловая обувь, а то, что там белая черная подошва, я считаю, что это огромные роли не играет. Она у меня там не будет ползать по их коридору, если они боятся, что там, знаете, следы оставляет черная обувь. Но у меня все-таки девочка, а не мальчик, и ведет она себя прилично. Это еще такую ремарочку сделаю. Когда они говорили по поводу спортивного костюма, который надо купить для физкультуры, было сказано, не покупайте кислотные цвета, а то у нашего физрука будет рябить в глазах. Я, конечно, это все говорю с сарказмом, да, потому что меня это немножко раздражает. Потому что и так у них эта форма, то есть они очень много требований предъявляют детям и к родителям. При этом я уверена, что половина этих требований, придерживаться этих требований не будет. Я понимаю, что должен быть деловой стиль, но понимаете, вот прямо вот строго, вот как у них аж прописана прическа для ребенка, аккуратно, как же там так, аккуратно заплетенный ребенок должен к ним приходить. А вот мы, например, часто используем ободок для волос. Я понимаю, что ребенку неудобно сидеть с распущенными волосами, да, но вот она очень не любит, когда я ее заплетаю, да, и, ну, понятно, что я буду делать ей хвостики. То есть я не собираюсь там спорить ни с кем, да, но просто вот меня вот эти вот раздражают, вот эти вот требования, ручка фирмы Пилот, обувь на белой подошве, аккуратно заплетенный ребенок уже подразумевает то, что я не могу ей одеть ободок на волосы, да, чтобы она пошла с распущенными волосами. Вот или спортивный костюм, значит, синий низ, белая футболка. Ну, мы купили розовые спортивные штанишки, и папа у нас к ней заказал красную футболку. Ну, я не знаю, почему им понравилась эта футболка, белая у нас футболка тоже есть. Ну, понимаете, покупать, блин, отдельно футболку для физкультуры я тоже не буду. У нас куча футболок, да, а не кислотных цветов, как нам сказали, что из-за них, видимо, рябить будет у нашего физрука, надеюсь, не будет. В общем, не знаю, может быть, я не права, поскольку, знаете, вот мы только идем в школу, и, может быть, опытные родители сейчас скажут, что все вам правильно говорят, я не знаю. Мы пока еще вот только окунаемся во всю эту среду, скажем так, и меня немножко начинают уже раздражать вот эти вот рамки и ограничения. Понятно, что у меня дочка не ходит с зелеными волосами, она бы не пошла там, я не знаю, в каком-нибудь больном платье в класс. Я все понимаю, что должна быть строгая одежда, строгая обувь, но вот какие-то прям такие сильные рамки, ну, это немного меня выводит из себя. Не знаю, потому что к старшеклассникам таких требований уже не предъявляют. Я знаю, что в нашей гимназии старшеклассники вообще ходят в спортивной одежде в течение дня, даже если у них нет физкультуры. Но почему-то вот на начальную школу, то есть вот им хочется, чтобы все было вот так вот строго, по правилам, шаг влево, шаг вправо, уже расстрел на месте. Не знаю, посмотрю, как будет. Может быть, конечно, им хочется, чтобы так было, но они понимают, что, естественно, родители не будут прямо по пункту выполнять весь тот список огромнейший, который они нам прислали. Ладно, это такая одна тема. Минутка моих возмущений. Мы ее прослушали, да, точнее, вы ее прослушали. Двигаемся дальше. Теперь, что касается одежды. Вообще, у меня моя мама по образованию модельер-конструктор. Она много лет шила одежду, и не только. А потом у нее ателье было, потом швейное производство. В общем, как вы понимаете, человек, она в этом разбирающийся очень хорошо. И когда мы с ней поехали по магазинам, посмотрели, что продается, какая форма продается в магазинах, она была в тихом шоке и сказала, что моя внучка этот ширпотреб носить не будет. Но на самом деле, конечно, мы утрируем. Если говорить о каких-то более доступных вариантах, более бюджетных, как правило, используется такая некачественная ткань. Она и блестит. Она, в принципе, уже в магазине блестит. Что с ней будет после стирки, после носки? Она покрывается катышками, она растягивается, тело в ней не дышит. Плюс это все криво-косо-шито. Если брать какие-то достойные варианты, они стоят в районе 10 тысяч. Понятно, что ребенку одного сарафана мало, то есть надо хотя бы минимум два на сменку. В общем, это и в какую-то копеечку выливается серьезную. И поэтому она так походила, посмотрела и сказала, нет, лучше я куплю хорошую ткань и сошью форму у внучки сама. Ну, собственно, я только рада, потому что она действительно сделает нам очень красивые сарафанчики. Вот она решила сделать нам три сарафана. Один будет нарядный на 1 сентября и на какие-то праздничные мероприятия в школе, и два будут на повседневную носку. Уже так периодически она к нам приезжает на примерку, мы там, ну, чтобы там все сидело по фигурке, как нужно. Вот, мне уже нравится, хотя это еще не конечный вариант. Поэтому я понимаю, что дочка у меня будет самая красивая в классе. Ну, для меня самая красивая, понимаешь? Для каждого родителя его ребенок самый лучший. Но я понимаю, что таких сарафанов не будет ни у кого. Они действительно будут хорошие, качественные и красивые. Но помимо сарафанчиков, конечно, хотелось купить еще юбочку. И, допустим, на начало осени, когда еще отопления в школе нет, что-то, какую-то более теплую одежду. Поэтому с юбкой, конечно же, мама заморачиваться не будет. Поэтому юбку мы купили, опять же, в детском мире. Вот такая вот симпатичная юбочка. Стоила она, по-моему, 1600 или 1500, я уже точно не помню. Такой вот кардиган. Тоже он стоил 1300 или 1500, я точно не помню. Вот это все мы покупали в детском мире. Вот опять же, на какую-то вот прохладную такую вот погоду, когда в классе еще нет отопления, почему бы и нет? Единственное, что у нас, опять же, в этой памятке для родителей, моей любимой, написано, что если ребенок придет в юбке, девочка придет в юбке, обязательно должна быть жилеткой или пиджак. Я не знаю, насколько это серьезное требование, которое нужно соблюдать. Поэтому мы пока купили кардиган. Конечно, если прям жестко будет требовать наличие жилетки, значит, купим еще и жилетку. Посмотрим. Не знаю, мне кажется, что не будут родители прям вот так вот строго все соблюдать. Понятно, что там, не знаю, темный низ, но у нас вот темно-синяя форма должна быть, да? Темно-синий низ, светлый верх. Понимаете, у них даже к кофточкам претензии, то есть у них написано, чтобы кофточка обязательно была либо белая, либо какая-то, ну, постельных тонов, но не любых постельных тонов. Понимаете, постельный может быть и фиолетовый, и розовый, и зеленый. Нет, у них только написано белый, молочный, светло-голубой. То есть, если у меня дочка придет, я не знаю, в постельном, каком-нибудь там сиреневом цвете или розовом, то что, ее из школы выгонят, что ли? Я не очень понимаю. Ну, то есть, как бы я понимаю, что это все, конечно, рекомендации. Ну, и теперь перейдем к самой интересной части, это, конечно же, канцелярия. Вообще-то так здорово, я так ждала, когда мы наконец-то сможем пойти закупиться канцелярию, купить всю необходимую канцелярию, потому что, ну, я не знала, что именно нужно, да, и, конечно же, мы ждали, когда нам вышлют списки. Наконец-то нам это все выслали, и мы закупились. Давайте начну вот с таких вот простых карандашиков, они мне так понравились. Это тоже марка Берлинга. Вообще, почему-то у нас очень много от этой марки, это не специально, а просто вот как-то так выбралось. Не знаю, почему. В общем, такие простые карандашики, видите, но при этом у них очень смешная, ну, интересная, симпатичная оболочка вот такая сделана. Мы их уже покупали к себе на курсы, когда ходили. Ну, и вот тоже в этот раз, кстати, канцелярию мы тоже все покупали в магазине «Море рюкзаков». Специально поехали туда, потому что там, ну, реально очень большой выбор и канцелярии, и рюкзаков. Единственное, что тут у них школьной формы нету, а так выбор очень хороший. Вот эти вот карандашики стоили по 27 рублей. Мне кажется, что ребенку должно быть приятно. Слава Богу, что у нас не было требования купить, знаете, вот эти вот зеленые карандаши, которые раньше были, вот строго. Вот только такие карандаши. Вот я надеюсь, что ничего страшного от того, что у нее будут вот такие вот интересные карандашики, никто ей замечаний делать не будет в школе. Теперь ручки. Ну, вообще у нас самая главная ручка – это вот эта. Она стоила, правда, больше, по-моему, 200 рублей, 250, что ли. Но это вот такая вот специальная ручка, видите, с выемкой, чтобы ребенок учился правильно держать в руке. Вообще подобные ручки были для левшей. Вот в моем детстве, когда я уже училась в старших классах, наконец-то стали появляться ручки для левшей. И я помню, что вот у меня тоже были вот такие вот выемки на ручке. Ну, детство, что, может быть, они под меня были немножко в другую сторону. Это для правшей ручка, но тоже у нее вот такая вот специальная выемка. Я думаю, что дочке будет очень удобно ее держать в руке. Еще мы купили вот такую вот ручку. Это все синие ручки. Марка этой ручки Стабилио Сет... Не буду коверкать, ребят. Не знаю, четко, не четко вам видно. В общем, если хотите, почитайте. И потом вот опять же от Берлинга вот такую ручку мы купили. Тоненькая, классная. И вот одним из требований к ручкам написано, чтобы это было 0,7 мм. Ну, я так понимаю, что это диаметр шарика. Наверное, чтобы они не были толстые, чтобы детям было удобно. Но требования 0,7 мм я прекрасно понимаю. А то, что мы должны закупиться ручками пилот, для меня немножко странно. Вот. Ну, не то, что я какие-то претензии к ручке пилот имею, но просто мне кажется, родители купят то, что им удобно. Понимаете? А вот так вот ставить такие четкие условия, что это именно ручка пилот должна быть, ну, это смешно. И мне это не нравится. В общем, мы купили Берлинга. Ну и, собственно, в дополнение купили еще вот две вот такие вот синие ручки. Они все 0,7 мм, чтобы претензий к нам не было. Ну и вот такие вот две зеленые ручки, потому что сказали, две синих купить и две зеленых. Синих мы купили побольше с запасом. Ручки стоили где-то по 36, по 50 с чем-то рублей. Кстати, у нас в магазине скидка 10% была, потому что мы вот тогда в первый раз купили рюкзак, и нам сразу дали их скидочную карту. Ну и вот, собственно, в этот раз, когда мы уже поехали за канцелярией, мы ей воспользовались. Со всего чека у нас скидка составила 200 рублей. А так мы закупились где-то на 1800, ну и правда мы там еще рублей на... Вообще у нас в среднем на канцелярию ушло где-то 2500, потому что мы потом еще в других отделах. Там кисточки, например, покупали, кисточки из натуральной кожи. Слушайте, ой, кожа, что я несу, из натуральной шерсти. Тоже написано кисточки из натуральной шерсти должны быть. Вот мы купили из белки. Сразу покажу, раз я говорю о них. Это мы покупали в другом отделе. Они стоили по 180 рублей, ну, соответственно, почти там, сколько, 360 рублей ушло только на кисточки. Должны быть хорошие, я надеюсь. Но вот в море рюкзаков из натуральной щетины не было кисточек, поэтому купили вот в другом отделе. Вот такие вот текстовые делители. Вообще у нас написано, что нужно также купить желтый маркер. И знаете, самое смешное, что, видимо, у многих так написано, у многих, во многих школах, потому что мы пришли, и он был один-единственный, одна штука вот этого желтого маркера. Но у него, на мой взгляд, очень неудобный кончик. Но другого в магазине не было. Тоже он там стоил, по-моему, то ли 40, то ли 80 рублей, я точно не помню. Вот этот вот стоил 40 рублей, но это мы купили просто для дочки, потому что она попросила. И вот у него, видите, удобный кончик, какой и должен быть у маркера. Но это просто для дома. Поэтому мы этот взяли на всякий случай, а потом уже, вот у меня у дома тоже есть канцелярский магазин, Бука, по-моему, называется, я зайду туда. Может быть, там есть какой-нибудь желтый маркер вот с таким вот удобным кончиком, как у розового. Но если нет, ну, значит, будет таким пользоваться. Конечно же, мы купили тетрадки. Куда без тетрадок? Было написано, что надо купить тетрадку в узкую линейку с направлением наклона, как-то так. И, знаете, мы увидели вот такую интересную тетрадочку. Смотрите, какая у нее интересная линейка. Я не знаю, видно вам или нет. Видите, у нее это как будто бы как клеточки косые, да, сделаны. Я не знаю, может быть, это удобнее для ребенка, то есть, чтобы он за контуры вот этих клеточек, грубо говоря, не вылезал, да, чтобы он понимал, какого размера надо писать буквы. Я не знаю, может быть, это вообще неудобно. В общем, мы купили несколько вот тетрадок в такую линейку. Ну и потом просто обычную линейку, такую же узкую, но уже не разлинованную, как так. Так, тоже вот это и Эрих Краузе, и просто какие-то вот обычные тетрадочки. Написано было 12 листов тетрадки покупать. Ну мы просто посмотрели, что у них такие вот обложки попрочнее, то есть так быстро они, надеюсь, не помнутся. И также купили тетрадки в клеточку, ну, в принципе, клетка обычная. Вот, тетрадки там были разные, от 10 до 20 рублей. Ну, по 10 мы не покупали, у нас вот в основном тетрадочки по 15, по 20 рублей. Так, конечно, можно, мне кажется, любые тетрадки купить. Вообще, в принципе, у нас написано 2 в клетку, 2 в линейке, 2 в линейку, я не знаю, зачем мы купили так много. То, что мне почему-то кажется, что в основном, особенно в первом классе, они, наверное, будут заниматься по пособиям. Нежели чем что-то писать в тетрадках. Хотя, не знаю, может быть, ну, на второй класс, наверное, пригодятся. Ну и, конечно, тетрадками мы купили обложки. Слушайте, ну я не поняла, сколько они стоили, но обложки вроде бы недорого стоят. Мы купили 10 штучек, такие поплотнее выбрали, потому что что-то как-то она нам не так пробила. Я и тетрадок у себя не нашла, точнее, я нашла 3 тетрадки по 15 рублей, а у нас 9 тетрадок куплены. И они все разные, в смысле разных марок. Поэтому я вообще не поняла, и обложек я там не увидела. То ли она что-то не так пробила, то ли что, то ли я так неправильно поняла. Ну, в общем, не знаю. Сколько стоят обложки, не знаю, но, конечно, обложки недорогие. Фломастеры вот такие. Фирма Artspace. Милые зверушки. 12 штук стоили 90 рублей. Но это я называю цену уже со скидкой. А так они, по-моему, по 100 рублей были. Ну, не знаю. Выбрали, наверное, больше их за картинки. Там был большой выбор. Были подешевле, были подороже. Но, кстати, сильно дорогих не было там. То есть, вот, по 300, по... Не знаю, мы как-то дочке в садик карандаши за 600 рублей покупали. Да-то муж что-то такие выбрал. Я, конечно, не очень была довольна. Но было написано, что они хорошо рисуют. Ну, и правда, они сильно хорошо рисовали. Там таких цен не было. В среднем там вот эти вот всякие фломастеры, краски, карандашики стоили, наверное, до 200 рублей. А самые дешевые там вообще рублей по 50. Вот. Мы как бы старались такой среднячок брать, чтобы качество было нормальное. Ну, и чтобы не сильно дорого было. Потому что это такие расходные материалы, которые, я думаю, в течение года еще не раз придется покупать. Вот такие вот мелкие восковые. Фирма Brauburg. Насколько я знаю, что вроде неплохая фирма. Стоили 58,50. Здесь 6 цветов. Краска акварельная, медовая. Кстати, у нас почему-то очень много канцелярии от марки Гамма. Мы, опять же, не специально это покупали. Почему-то вот так вот набрали, а потом уже заметили. Здесь 12 цветов. И даже, вот видите, кисточка не идет в комплекте. Вот какой минус. Стоили они 94,50. Вот такие вот карандаши, опять же, от марки Гамма. 12 штучек. Тоже стоили рублей 70. Ну, мы так посмотрели. Там еще были разные марки. Где-то мы не увидели. Там где-то даже желтого не было, знаете. То есть какой-то странный набор цветов. В общем, посмотрели. Вроде бы здесь все необходимые цвета есть. Поэтому выбрали их. Пластилин, опять же, от марки Гамма. Нам его посоветовала продавец. Потому что мы сказали, что нам нужен хороший мягкий пластилин. Ну и почему-то она показала именно этот. Хотя он стоит всего 99 рублей. Здесь у него 12 цветов. Ну, надеюсь, что он действительно будет хороший. В комплекте у него идет вот этот вот стек. Да, по-моему, если я не путаю, как называется. Ну, цвета вроде бы все необходимые. Это вот для уроков труда им нужно. Ну, если скажешь, что недостаточно цветов. То, что, конечно, у нас вот для дома прям такая огромная пачка. Но у них это все будет лежать в отдельной папочке. Это же тоже нельзя такие большие упаковки покупать. Да, потому что все должно в папку помещаться. Ребенок должен ее поднимать, уметь. Ну, как бы она будет лежать у них все время в классе. Это понятно. То есть не надо будет ее таскать из дома. Но, тем не менее. То есть мы какие-то большие пачки старались не брать, чтобы это все в эту папку поместилось потом. Вот такой вот комплект для труда. Слушайте, сколько сейчас всего продается. Я даже не знала, что есть такие вещи. Это фартук с нарукавниками. Опять же, это все куплено по списку. То, что нам прислали. И вот у меня в детстве такого не было. Да, в чем пришел, в том и работаешь. Но, конечно, это гораздо удобнее. Опять же, если учесть, что дети в красивой форме, не хочется, чтобы они ее пачкали. Вот так выглядит этот милый фарточек. Видите, такая вот панда. Кармашки тут. И вот два таких вот нарукавничка. Резиночки не тугие. Вот я смотрю. Моя рука помещается. Конечно, в такой амуниции, скажем так, ребенку будет комфортнее. Если что-то на себя провил, то, по идее, это все должно остаться на фартуке, а не на одежде. Стоил этот комплект 243 рубля. Еще купили вот такие вот ножницы. Это Эрих Краузи. 54 рубля они стоили. Нам нужны были ножнички с тупыми кончиками. Мне показалось, что они как раз-таки очень удобно. Дочка просунула свои пальчики. Все у нее туда помещается. Вот такой альбом для рисования с единорогом. Очень симпатичный. Здесь 40 листов. Стоил 54 рубля. Мы так посмотрели. Вроде бы хорошие листики, плотные. Опять же, там очень большой выбор был с разными обложками. То есть вот дочка выбрала, которая ей больше всего понравилась. Для труда мы взяли вот такую вот цветную бумагу. Что мы не посмотрели, взяли с ценником. И почему-то продавец нам их не сняла. Потом, видимо, пришлось новые ценники писать на эти товары. В общем, стоило 95 рублей эта упаковочка. Здесь 16 листов и 8 цветов. И картон вот такой вот. 110 рублей стоил. 8 цветов, 16 листов. Ну, это вот опять же для занятий по труду. Для пластилина нам еще сказали купить вот такую вот досочку. Стоила она 63 рубля. Тоже это фирма Гамма. И, кстати, я в интернете, когда смотрела, потому что я вообще сначала не поняла, что это за доска для пластилина. Посмотрела, у некоторых досок есть вот такие вот выемки здесь. Я не знаю, для чего это. Наверное, чтобы пластилин, может быть, не скатывался. Либо подделки какие-то, чтобы удобнее лежали на этой доске. И еще у них шли в комплекте вот эти вот стеки пластиковые. Но там в магазине был только один этот вид, поэтому мы его купили. В принципе, у нас стек этот и так идет в упаковке с пластилином. В конце концов, если скажешь, что их нужно больше, наверное, их отдельно тоже можно будет купить. Ну, вот пока купили вот такую лесочку. Ну, и также было написано, что нужно купить клеенку 50 на 50. Таких размеров вообще в магазинах нет. В общем, ну, это, видимо, чтобы застилать стол, да, чтобы его не пачкать. Вот такая вот клееночка, у нее размер 69 на 40. Это вот в магазине мы купили море рюкзаков, 180 рублей стоило. Ну, и потом еще в другом отделе пили ближе к размерам, которые нам подходят. Еще вот такая вот с розочкой, с фламинго вот такая вот клееночка. У нее размер 50 на 70. В принципе, нам продавец сказал, ну, если что, вы можете одну сторону обрезать, да. То есть одна сторона у нее правильная 50 см, а вот эти вот 70, да, сделать 50. Ну, я, честно говоря, не собираюсь так заморачиваться, потому что, ну, какая разница, 50 на 50 она или 50 на 70. Тем более, что таких размеров, как она сказала, 50 на 50 вообще нет. Поэтому я думаю, что остальные дети придут вот с такими же клеенками. Ну, видимо, это какая-то, может быть, старая памятка у них, знаете, не знаю каких годов. В общем, сейчас уже многие размеры уже не производятся. Ну, в общем, купила и купила. Две у нас на выбор. Ну, и также взяли вот такой вот замечательный блокнотик. Мне очень нравятся такие блокнотики. Видите, у них такая вот пластиковая обложка. Очень удобно, смотрится красиво. Обложка, опять же, не будет затираться. Нам сказали купить это вместо дневников, потому что в первом классе дневника нет. Ну, и сюда, видимо, учительница будет нам записывать какую-то информацию важную для нас, либо, может быть, какие-то замечания. Ну, я не думаю, что дети будут домашнее задание записывать, потому что они же пока еще писать особо не умеют. В общем, сказала купить вот такой вот блокнотик. По-моему, он стоил то ли 40, то ли 80 рублей. Но мне кажется, что 80, потому что для 40, наверное, это слишком дешево для него, потому что 40 стоит обычно с бумажной обложкой. Наверное, этот вот 80 стоил. Также было написано, что нужно купить хороший клей. Я надеюсь, что я купила хороший клей марка Эрих Краузе. У нас дома такой же клей. Слушайте, я не помню, сколько он стоил. По-моему, 40 рублей, может быть, дешевле. В общем, такой вот клей-карандаш, опять же, для каких-то поделок. Закрытую точилку надо было купить тоже, это фирма Берлинга. По-моему, 40 рублей она стоила, может, чуть подешевле. Также там было написано, что надо купить линейку с держателем. Мы купили линейку с держателем. Не знаю, для чего, правда, потому что она очень неудобная. Как вы понимаете, вот у нее циферки, да? То есть, чтобы удобнее было пользоваться держателем, ее нужно вот этой стороной использовать. Вот здесь вот очень плохо видно. Я не понимаю, зачем они цифры написали вот с этой стороны, с изнаночной, грубо говоря. С той стороны, которой она будет прислоняться к чему-то. То есть, вот на мой взгляд, цифры надо было написать здесь, чтобы их было лучше видно. Но, в общем, как-то они вот так вот сделали. Я вообще не думаю, во-первых, она у нас не помещается в пенал. Ну, наверное, ее можно просто в рюкзак положить. То есть, у нас есть такая маленькая железная линейка, но она 15 сантиметров. Нам сказали, что нужно именно 20 сантиметров. Поэтому мы купили, чтобы она у нас была, чтобы к нам претензий никаких не было. Помимо этого, мы купили вот обычную линейку, вот такую пластиковую, тоже 20 сантиметров. Я так понимаю, держатель нужен для того, чтобы деткам было удобнее, да? Но у меня дочка как-то прекрасно справляется и с обычной линейкой. Поэтому, не знаю, на всякий случай купили, чтобы, если вдруг увидят нашу обычную линейку и скажут, как-то так, у вас нет специальной линейки, мы скажем, она у нас есть, да? Вот, ну, тоже я думаю, что это просто вот так вот у них для рекомендации написано. А если ребенок может и обычной пользоваться, то, собственно, сдержателем ему и не надо. Линейки стоили, по-моему, рублей по 20. Ну, еще купили резиночки. На самом деле, это такая смешная резиночка. Мы ее покупали просто в другом отделе уже. Она светится в темноте. Ну, дочка, наверное, ее купила для дома. Ну, не знаю, может, захочет, возьмет там, одноклассникам показать. Просто она очень мягенькая. И, не знаю, наверное, ей будет удобно пользоваться. Тоже берлинга. Рублей 20 она стоила. Ну, и вот такая вот со слоненком. Кстати, я еще помню из своего детства. А учиться я закончила 11 класс в 2006 году. И вот в своем детстве у меня была вот такая вот резиночка со слоненком. Сколько лет прошло, а до сих пор они их выпускают. Тоже она мягенькая. Мы старались брать мягкую, чтобы было удобно. Но вообще у нас, в принципе, и дома куча резинок. Просто они уже, конечно, пользованные, не такие аккуратные. Поэтому в пенал для школы купили новые. Вот эта вот резиночка, по-моему, стоила рублей 10 или 15. Вот эта вот чуть подороже, только из-за того, что она светится в темноте. Ну, вот такие покупки мы сделали к школе. Также мы еще купили школьную парту, которую я вам уже показала в отдельном видео. Если вы его не смотрели, я вам оставлю ссылочку. Посмотрите, может быть, вы тоже ищете какой-то стол для того, чтобы ребенок мог делать домашние задания или парту. Присмотритесь, очень удобно, и мы действительно ей довольны. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки. И увидимся в следующем видео.